сегодня я хотела бы рассказать о пряниках и вот почему почему-то пряники в последнее время стали очень популярны нам звонят из разных городов интересуются есть или нет у нас эти пряники в хранении и последнее время многие города стараются выпекать пряники свои для того чтобы ну появился новый бренд пряников а мне хотелось бы рассказать вообще откуда они появились что они представляли собой и какую роль они играли в нашем историко-культурном пространстве я хотела бы сначала показать одни из самых старых пряничных форм это пряники лепные я вот могу даже этот пряничек взять на ладошку и показать как он выглядит вот из теста лепились такие фигурки причем вы знаете их лепили еще тысячу лет назад еще до христианского периода россии уже были такие лепные пряники вот такая вот форма такого петушка с пышным хвостом и гребнем они играли определенную роль ритуальную такие фигурки например фигурку овцы или коровы давали съесть животному в надежде на увеличение приплода а уже потом появились пряники печатные ну каждый из нас знает сказку пушкина старуху и старика про золотую рыбку где старуха став царевной пила зеленое вино и заедала это зеленое вино пряником печатным что же такое печатный пряник вот это второй вид пряников который бытовал в нашей стране я хочу показать один из самых старых пряников датированных печатных видите какой он крупный этот пряник был подарен в 1876 году славянскому герою генералу михаилу григорьевичу черняеву но это известная личность известный полководец девятнадцатого века этот пряник был украшен цветной глазурью разных цветов вообще такие подарочные подносные пряники обязательно украшались цветной глазурью их ее называли обычно цветные сахары но больше чем за сто лет сахар ушел в тесто состав этого пряника поэтому мы имеем только один пряник но зато мы видим какие это были пряники как они сохранялись потому что когда я например читала опись имущества афанасия холмогорского уже после его смерти перечисляли какие же дорогие вещи были у этого монаха оказалось что среди икон книг сундуков у него был пряник печатный злощен и украшен цветными сахарами вот такой же пряник и в начале 18 века сохранился у афанасия холмогорского вот продолжаем и хочу показать еще вот такие фигурные пряники они тоже печатные просто по обрезу они обрезались ножом отец где у сына тесте это тверские пряники тверские пряники замечательные у них очень интересная форма они разных видов они занимали всякие медали на промышленных выставках и был такой знаменитый известный тверичанин пряничник баранов у которого магазины пряников были в лондоне в париже и берлине пряники тверские отличались абсолютной белизной и тогда же в начале 19 века возникли вот такие сюжеты конных всадников или вот прекрасных дам или вот здесь вот кавалеры дама эти сюжеты родились примерно в первые трети 19 века и не случайно дело в том что любимая сестра императора александра первого екатерина павловна со своим мужем получила тверсу свое губернаторство и представьте себе простой русский город между москвой и петербургом и вдруг туда постоянно приезжает александр первый со своей свитой его сопровождают генералы с аксельбантами и палетами дамы в шляпках с прекрасными перьями марабу с роскошными зонтиками для провинциального города это было практически шоковое состояние кстати там же в твери карамзин читал александру первому свою историю государства российского были катания по волге и вот это все не могло не найти отражение на пряниках на пряничных досках и стали резать доски вот с такими прекрасными фигурами кстати хочу показать этого всадника тоже потому что здесь видите ядра пушки он сидит на коне позже я покажу такую же пряничную доску которая могла быть образцом для выпечки этого пряника не удивляйтесь что я этот пряник держу в руках тверские пряники как каменные я не возьму в руки ни один другой пряник они очень хрупкие но именно эти пряники ничего не боятся и еще я вам хочу показать традиционный популярный очень известный пряничный сюжет стерлить свернутая колесом и это не случайно дело в том что тверь стоит верховьях в олге это она довольно мелкая верховьях узковато и рыба когда шла на нерест стерлить она хвостом отталкиваясь от воды и от друг друга как колесом шла по воде и поэтому там родился вот такой замечательный сюжет и вообще рыбы были очень и очень популярны как пряничный сюжет для твери ну вот тут бесконечные рыбы и еще я хочу показать льва потому что лев тоже один из популярных вообще сюжетов в любых пряниках в любых городах россии а теперь мы перейдем с вами к последнему виду пряников это архангельские козули вот ни один пряник я конечно не могу взять в руки они очень хрупкие хочу сразу сказать что все пряники которые я вам показала им всем больше ста лет то есть больше ста лет исторический музей собирает пряники у нас не очень большая коллекция около двухсот предметов но мы продолжаем собирать пряники и сегодняшнего дня особенно популярны пряники выполненные в туле которые очень удачно подхватили вот этот пряничный бренд и стали печатать свои пряники и продавать их вместе самоварами самовар и пряник это стали просто символами тулы и они конечно большие молодцы они откликаются на все яркие события которые происходят нашей стране выпекают пряники и к олимпиаде в сочи и к юбилею бродинской битвы в 2012 году но вот эти архангельские козули появились фактически во второй половине 19 века и как ни странно они сразу приобрели большую популярность вот видите до сих пор рога этого оленя покрыта глазурью и на нем сохранился вот этот сахар хотя он вполне возможно был и розовый и желтый цвет ушел но хотя бы белый сахар остался потому что иногда видны просто следы вот розовые или голубой глазури до пряники золотили сусальным золотом и такие пряники ели делались они очень просто раскатывался тонким слоем раскатывалось тесто и металлическим абрисом вырезался пряник потом он выпекался и по горячему тесто покрывался цветной глазурью производство было конечно очень упрощено и поэтому такие пряники были и дешевые и популярные и знаменитый и до сих пор город архангельск славится своими архангельскими козулями а теперь я хотела бы продолжить тему печатных пряников вот почему потому что для того чтобы получить печатный пряник нужно сначала сделать форму для оттиска на тесте какого-либо изображения и в данном случае использовали естественно дерево как правило формы для пряничных досок делались из фруктового дерева потому что оно наиболее крепкое и вот я хочу вам сейчас показать такую доску очень интересную и даже немножечко расскажу про тот сюжет который на этой доске вы видите значит тут птицы по углам двуглавый орел в центре внизу самовары стол и самовар самовары стол ну плоды фантастические деревья листья это все понятно это свадебная пряничная доска видимо этот пряник выпекался на свадьбу самовары появились довольно поздно в крестьянском быту практически во второй половине 19 века но что самовары существовали и были знали все и поэтому в начале 19 века на прялках на пряничных досках возникает изображение самовара символ богатства пожелание достатка зажиточной жизни и поэтому самовар становится символом определенного благополучия и в данном случае как пожелание он расположен на пряничной доске но птицы всегда являлись добрым началом жизни наших предков и поэтому вот сюжеты на таких пряничных досках вот состоят из таких интересных деталей я обещала показать вам воина с пушками с ядрами явного участника войны восемьсот двенадцатого года вот такого пряничного генерала конечно их раскупали с большим энтузиазмом помимо генерала я хочу вам показать вот эту незамысловатую очень простую очень скромную пряничную доску она интересна тем что это 17 век к пряникам никто никогда не относился просто так вот здесь видите лотки с бесконечным количеством пряничных досок тогда перейдем сюда очень хочется показать бесконечное количество рыб которое было в изображении на пряниках это тверь тверь я уже говорила любила рыбы а север знаете что любил север а север любил двуглавых орлов как только мы видим двуглавого орла это либо север либо тверь но в основном это север он север всегда был государственным крестьяне северяне они были государственниками и двуглавый орел был их любимым изображением и еще хочу опять же показать досочку 17 века вот видеть популярная розетка что такое розетка это солнечный диск это тепло урожай достаток хлеб счастье в доме и поэтому такие пряники виде розеток конечно были популярны еще и в древности но пряники само слово появилось лишь в шестнадцатом веке до этого пряники назывались ковришками сейчас я вам еще покажу один интересный пряник который лев я говорила что лев один из популярных пряничных персонажей вот такие львы были особенно их любили в нижегородской губернии традиционный нижегородский лев пряник это всегда ритуал это в конце девятнадцатого века пряник превратился в лакомство до этого его всегда использовали в каких-то очень важных торжественных случаях жизни человека при рождении ребенка в случае смерти в случае свадьбы в случае какого-либо еще торжественного события ну вот воинская победа и вот воину дарят например печатный пряник или на именины уважаемого тому же афанасию холмогорскому архиепископу дарят пряник родился петр первый в конце семнадцатого века устраивается родинный стол в гранобитой палате и на родинном столе самым большим украшением были три пряничные ковришки на дно изображен герб московского государства на другом казанского она а третье была коричная вот так писал забелин о пряниках которые были во время торжественного застолья еще одна тверская доска с изображением генерала такой осанистый фигуристый тяжеловесный генерал на коне ну любила тверь такие пряники и таких персонажей я даже в архивах читала что специально приезжали в тверь пряничники для того чтобы купить тверские пряничные доски вот например вельский купец приехал за тверскими досками пряничными для того чтобы выпекать вот эти интересные уже пряники у себя в городе вельске которые относятся к вологодской губернии и вот очень хочется рассказать про эту пряничную рыбу когда я читала забелина я читал о том что царевна просковья шла из бани а навстречу ей кинулась ноги посадская девка и подарила ей пряничную рыбу и вот видите роскошная тверская пряничная рыба огромная ее прям можно на двух руках даже держать здесь вот представлена целой пряничной доской это 18 век вообще пряники были разные были такие большие пряники что для того чтобы внести такой пряник в дом снимали даже дверь и уже на двери пряник вносили в дом потому что сам пряник чтобы доставить его например на свадебный пир везли на двух вазах представляете каких размеров был пряник именно поэтому пряничной печи иногда просто выпекались на ярмарках то есть вот стоит огромная печь где можно было выпекать вот пряники таких размеров и это все прежде всего конечно относилась к почетным пряником почетным пряничным доскам вот здесь перед нами две такие доски вот эта доска с изображением терема этот сюжет называется хоромный здесь изображены хоромы наверху хором двуглавые орлы развиваются флаги решетчатые окошечки у теремов а по краю идет надпись что эта доска сделано в 1776 году что эту доску рисовал матвей ворошин а доска петра кудрина сама надпись и вообще весь орнамент на этой доске и на любой пряничной доске он вырезан он рельефно для того чтобы прочитать эту надпись надо поставить зеркало и только в зеркальном отражении можно прочитать что здесь написано но естественно на пряники отпечатается правильные слова и узор и так далее и вот эти вот и флажки и орлов и решетчатые окна могли золотить покрывать цветными сахар и этот предмет превращался просто в драгоценную эмалевую такую вещь которая украшала какой-либо стол но рисовал матвей ворошин а что это такое я нашла такую цитату 17 века что московские и городовые иконописцы то есть московские иконописцы и те иконописцы которые работали в разных городах россии писали доски вверх под сахарные ковришки то есть для пряников иконописец рисовал узор а уже рельщик потом вырезал эту пряничную доску причем вот эти доски с надписями и пряники с надписями очень ценились и они стоили намного дороже поэтому даже были такие поговорки мы люди не ученые едим пряники неписанные что значит неписанные без надписи вот эта доска пряничная с роскошным цветочным орнаментом кстати торнами встречался и на усюжских досках и на досках московских и вологодских но надпись говорит о том что эта доска принадлежала петру пряничникову то есть владелец пряничного заведения наверное поэтому он и пряничников был владельцем этой доски а почему же тогда и тут же стоит дата 1778 год а почему такой распространенный орнамент очень просто с популярных пряничных досок снимали прорезь вот как иконописцы имели прорезь для того чтобы писать иконы так и рельщики пряничники снимали с понравившихся сюжетов прорезь и меняли только надпись там ковришка устюжская ковришка московская орнамент такой же как на нижегородской доске петра пряничникова причем сама доска пряничная для пряничной ковришки для подносного пряника она делалась также как и икона у нее был ковчег также как и на иконе а сзади она укреплялась шпунками точно так же как икона чтобы она не прогибалась ну и о последней доске я хочу рассказать дело в том что мы видим что на этой доске сразу изображено несколько фигур это так называемая наборная доска она 18 века поэтому тут такие крупные изображения но это так сказать первый элемент унификации когда из одной доски получаешь сразу ну в данном случае 8 пряников здесь разные виды рыб и лебедь и гусь и хлеб потом когда выпекался пряник каждый пряник разрезался отдельно и продавался отдельно у нас даже есть доска на которой написано тятенка купите маминка купите пряничная доска вот как завлекали детей для того чтобы им покупали пряники пряники были еще раз говорю самые разные вот от огромных подносных пряников в конце 19 века продавался даже на вес пряничный горох он был буквально с ноготок размером и поэтому мог продаваться только на вес были наборные пряничные доски на 16 пряников и каждый ребенок вот когда отец ехал на ярмарку он привозил например по пряничку и вот надо было набрать полностью вот набор этих пряников ну как сейчас собирают всякие эти яйца шоколадные какие-то вкладыши то же самое было реклама остается рекламы что в 19 веке что в наше время в 21 веке и дети остается детьми но обязательной традиции каждого родителя который уезжал на ярмарку из дома было привозить детям пряники и и конечно уже в конце 19 века пряники стали просто лакомством они уже не играли и не значили так как они выступали в 17 или 18 веке ну превращаясь в лакомство все равно к ним относились довольно серьезно потому что например если кто-то заболел ему могли заказать пряник с инициалами святого покровителя этого больного человека что больной человек вот получив этот пряник побыстрее выздоровел то есть как видите вот эту какую-то магическую особенность прянику сохраняли до самого конца ну а теперь пряничные доски пряники находятся музейных коллекциях у нас одна из неплохих коллекций пряничных досок почему я говорю неплохих она не самая большая есть больше но она самая старая и у нас находится очень много подписных что большая редкость пряничных досок и ранние доски 17 века самые разнообразные и вот я хотела бы особо подчеркнуть что большая часть этой коллекции была куплена на торгу и сформировалась уже к первой четверти двадцатого века почти до революции сотрудники исторического музея шли на рынке смотрели выбирали и покупали для музея пряничные доски оригинального пошиба как говорили про доски пряничника баранова в девятнадцатом веке